Украина – безопасное государство. Такое решение приняли в правительстве Израиля. И сделали это не просто так, а в рамках борьбы с нелегалами, которые за последние годы буквально наводнили страну. Все подробности у Сергея Ауслендера. Новость эта звучит вроде бы оптимистично. Израиль объявил Украину безопасным государством. Но тут весь вопрос почему. Оказалось, что Министерство внутренних дел буквально захлебывается в потоке просьб о предоставлении украинцам статуса беженца. И чтобы хоть как-то разгрузить работу управления по делам миграции, правительство и приняло такое решение. Теперь дела беженцев будут рассматривать в ускоренном порядке. Раньше это длилось годами. Сейчас будет занимать, по идее, 2-3 недели. Израиль буквально переполнен нелегалами, в том числе нелегалами из Украины. Из этой страны здесь их сейчас, по самым скромным оценкам, более 20 тысяч. Процедура, по которой украинцы умудряются жить и работать на легальных основаниях в Израиле, довольно незамысловатая, но вполне эффективная. Человек прямо в аэропорту подает прошение о предоставлении ему статуса беженца. И пока длится рассмотрение его дела, как я уже сказал, это может длиться годами, он спокойно трудится, не опасаясь депортаций. Тут, конечно же, уже и целая индустрия вокруг этого, потому что эти люди имеют какое-то, не совсем сказать, право, но они работают. Это дешевая рабочая сила, которая много нашли, много людей, структур нашли эту лазейку, используют их как дешевую рабочую силу. Справедливости ради надо сказать, что нелегалов здесь полно не только из Украины, но и из других стран, из той же Грузии, например, из Молдовы, есть даже беженцы из далекой Монголии. Но украинцев, увы, большинство только за 2017 год, за прошедший период этого года, они подали более 7 тысяч просьб по предоставлению статуса беженца. В решении, которое приняло правительство, говорится, что Украина – это свободное и демократическое государство, а значит, у его граждан нет оснований в массовом порядке просить статус беженцев. Но это не распространяется на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Решения по заявкам жителей этих регионов будут приниматься отдельно и в индивидуальном порядке. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.